Новейшее медицинское оборудование скоро поступит в столичные поликлиники. С начала года Москва заключила 45 контрактов с поставщиками техники на общую сумму больше 20 миллиардов рублей. Среди прочего, врачи получат современные КТ-томографы, аппараты для рентгена, эндоскопии. Меняют не только начинку клиник. Десятки зданий сейчас ремонтируют. Всё по московскому стандарту. Что это такое и как от этого зависит лечение пациентов, расскажет наш корреспондент Каролина Гречишникова. Она на прямой связи со студией. Каролина, привет. Расскажи, что нового появится в поликлиниках нам с Марией. Конечно же, эта информация очень важна. Как стареющим или что? Как постоянным клиентам, да. Да, друзья, привет. Ну вот как раз мы находимся в одной из обновленных поликлиник. Такой здесь холл. Направляемся к электронной регистратуре, где берем талон, и уже отправляемся к врачам. Но давайте все-таки более подробно поговорим, что в себя именно включают эти новые стандарты. Ну, конечно, это восстановление фасада здания, капитальный ремонт внутри, происходит реорганизация помещений. И важно, что замена происходит всех инженерных коммуникаций, так как аппаратуру всю тоже поставляют новую, и для этого необходима большая мощность. На первом этаже открытые стойки информации и наиболее посещаемые кабинеты. Здесь речь идет о терапевтах, также дежурный врач. Обычно на втором этаже также у нас размещаются врачи узкого профиля. Ну, например, невролог, к которому пациент попадает уже по направлению. Ну и главное, что как раз оборудование медицинское заменяют на цифровое. Ну, на третьем этаже также размещаются кабинеты, где принимают врачей, и уже административные помещения. По московскому стандарту поликлиники в каждом филиале, ну, как и в нашем, значит, находится 8 основных специалистов-врачей, которые более востребованы. Все оборудование, которое имелось у нас в филиале, заменено на новейшее оборудование цифровое. Это рентген, рентгенограф, флюорограф и маммограф. Также аппараты УЗИ. Новые стандарты в поликлиниках предполагают как раз комплексное обследование и комфорт, потому что кабинеты располагаются таким образом. Можно сразу отправить пациента на рентген УЗИ, и вот новое оборудование как раз позволяет это сделать быстрее, как нам тут объясняют врачи. И уже направить пациента на лечение. И также накануне появились вот такие данные, что больше 600 единиц медицинского оборудования будет направлено в поликлиники и больницы Москвы. Сумма контрактов с начала года уже превысила 20 миллиардов рублей. Но вот эта поликлиника, консультативный диагностический центр номер 6, филиал номер 5, открылся после ремонта. И нам как раз продемонстрировали, как теперь выглядят кабинеты, ну и показали возможности нового оборудования. Особенности этого оборудования заключаются в автоматическом штативе, который с помощью дистанционного пульта может автоматически позиционировать положение оборудования под разные положения тела пациента. То есть можно делать исследования сидя, лёжа, стоя, и также широкий спектр рентгенологических исследований. Ну, конечно, новые стандарты не только для взрослых поликлиник, но и для детских. Там точно так же обновляют фасад, ремонтируют капитально все помещения. Но, помимо этого, просторный холл, предусмотрены места для колясок детских, чтобы не оставлять их уже на улице. При этом создают зону ожидания с единым оформлением. И мебель появляется также новая, кабинеты с яркими красками, и также там современное медицинское оборудование. И, помимо этого, работает буфет. 23 поликлиники. Здесь и взрослые, и детские уже готовы. Многие сейчас как раз на капитальном ремонте. Но если в поликлинике проводятся работы, точно так же можно обратиться к тем специалистам, к которым ходили и ранее, записываться онлайн. Но самое главное – обратить внимание, какой адрес указан в поликлинике. Куда именно нужно будет отправляться. Выполняется комплекс капитального ремонта по устройству детской и городской поликлиники. Предусмотрены работы по замене кровельного покрытия, устройство фасада, замена всех инженерных коммуникаций, внутренние отделочные работы. Предусмотрена работа по благоустройству территории поликлиники. Больше 130 поликлиник будут отремонтированы как раз по этим новым стандартам. Ну и планируется, что работа закончится к 2023 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...